Необходимая ревизия Друзья, почему нам необходима ревизия? Посмотрите, когда ты живешь налегке, вот я помню, например, лет 17-18, я мог на турнике свободно подтягиваться, свободно. Сейчас я только смотрю на этот турник и вспоминаю, неужели я когда-то держался на нем, неужели я так подтягивался, неужели я выход силы делал, понимаете? Что-то стало мешать, что-то лишнее могло появиться. Нужно всегда готовиться заранее. Вот у нас намечалась поездка в семье, всей семьей. И мы все радостные были, дети были радостные. Все, уже все дети плывут на кораблике, уже мы приезжаем в другую страну. Мы такие все радостные, все приподнятое настроение. И мы делаем ревизию, но мы ее делаем поздно. Мы открываем паспорт, и мы видим, что у наших детей паспорта вышли, срок закончился. И мы что? Отменяем нашу поездочку. Но знаете, есть вот это еще, знаете, возможность, время благодатное. Когда ты можешь пойти, да, немножко погрустить пришлось там детям. Вот, поездка отменилась. Ну, мы пошли, сделали паспорт. Вот, и все в порядке. Видите, мы избавились, мы как бы, ну, мы исправили это. А вот мы живем так, что ничего исправлять не надо. Мы вообще святые, мы праведные, у нас все классно. А сегодня мы будем рассматривать. Сегодня мы пройдемся по нам. И знаете что? Когда будут какие-то вещи звучать, вы не думайте, что это относится к брату или к сестре. Это относится ко всем нам. Это не относится к каким-то закоренелым грешникам. Понимаете? Это относится сегодня к нам. Потому что небеса – это настолько прекрасное место. Это настолько святое место. Что туда просто нельзя ничего пронести. Земли вирусная, грязная, что-то чужое. И тогда грешное. Что-то левое, как бы. И почему нам необходимо сегодня сделать ревизию нашей жизни? Почему? Потому что не будет второго шанса. Шанс есть сейчас. Но второго шанса потом не будет. И поэтому нам нужно верою приготовиться. Написано «Верою, Ной приготовил ковчег». Во что он верил-то? Он верил, что пойдет потоп. Он верил, что пойдет потоп. Поэтому он приготовил ковчег, где спаслись его вся семья и животные. Было ли там место еще для людей? Ну, может быть, для всех не было, скажем так. Но места были. Места всегда есть. Желающих нет. И мы задаем вопрос, где желающие? Ну, не хотят, как хотят. Тогда мы будем. Нам больше достанется. Друзья, прямо сейчас у нас есть вещи, которые нам не принадлежат. Мы их присвоили. И мы думаем, что таким образом нормально. Знаете, вот, например, мы знаем, да, там, история стран. Одна страна напала на другую. Там, скажем, да, Америка уничтожила всех индейцев. Вырезали их. И сказали, мы свободная страна. Ну, американцы это сами. Они не отказываются от этого. Это не что-то такое, какое-то там, знаете, заявление резкое. Это история. Так и было, да. Вот. Просто их сказали, вон отсюда, и мы здесь будем жить. А у тебя есть какие-нибудь проблем? Нет? Да? Ну, хорошо. А то могут появиться. Смотри. У меня. Некоторые говорят, да, 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 у нас проблемы. Мы считаем по-другому. И все. Больше ты ничего не считаешь. Друзья, перестаньте удерживать то, что вам не принадлежит. Перестаньте удерживать и держаться за то, что вам не принадлежит. И есть вещи, которые нам нужно менять внутри, а есть вещи, которые у нас есть, а не физические вещи. И нам надо сделать в нашей жизни ревизию. И это серьезно, я вам говорю. Бывает так, что люди молятся, а ответа нет. И есть причины, почему нет ответа. Есть то, что блокирует благословение. Вот если в трубе накипь, да, но она не может вода пройти спокойно. Там что-то мешает ей. Надо вот это почистить. Надо сделать ревизию. И лишнее в жизни, что нам не принадлежит. Имейте только то, что ваше, то, что вам дали. То, за что вы заплатили. Вот это имейте. Остальное вы должны избавиться от этого. И, возможно, именно там, в том, что вы взяли, и ваше не является, именно там сокрыта ваша часовая бомба. И поражение. Именно там, когда вы взяли что-то, что вам не принадлежит. Кто-то прямо сейчас живет с человеком. Это не твой человек. Ты живешь с ним или тайно встречаешься. Или в мыслях встречаешься. Я не знаю как. Тебе этого нельзя делать. Это грех. Это нужно оставить. Это не твой человек. Ты у кого-то забрал. Как Давид. Царь Давид. Мы всегда восхищаемся им. И мы, знаете, чем восхищаемся? Тем, что Библия написала также его и падение. В предостережение нам. Потому что мы живем. Он прожил. Он на небесах. А мы это живем. Еще кто что знает. То, что может произойти. И, видите, пророк пришел и сказал ему, что был один человек богатый. У него было стадо овец. И был у него слуга бедный, у которого была одна овечка. И пришел к нему друг. И, знаете, когда друг пришел, надо же накрыть на стол. И он пошел у бедняка, у своего раба, да, забрал овечку и зажарил ее. Слушай, у тебя большое стадо овец. Зачем ты берешь чужое, то, что тебе не принадлежит? И, знаете, Давид прям соскочил со своего престола. И как начал проходиться по этому негодяю, человеку, этому богатому, бизнесмену. И он говорит, достоин смерти такой человек. Анафан ему говорит, царь, это ты. И он обомлел. Он упал, понимаете. Вот. И Дух Святой его обличил. И он не стал противиться. Он принял эту ревизию. И он изменился. Это было больно. Это были последствия. Это было ужасно. Это было страшно. Но он взял то, что не принадлежало ему. Взял чужую жену. Этого делать ни в коем случае нельзя. Это преступление. И если вы тот человек, у которого вы увели чью-то девушку, вы сделали просто ужасное преступление, или вы, девушка, красавица, разбиватель мужских сердец, или как еще этих, семей, разлучница, или как она называется, вы уводите мужей чьих-то из семей. Это преступление. Уже котел горит, уже готовится. Не для вас, вы не думайте. Вам нужно оставить этого человека. Потому что ваша жизнь, она будет на тормозе. Вот вы наручник поставили машину. Вот я, бывало, так поставил наручник машину. И я еду и думаю, почему моя машина не едет. А вот этот значок брейк, знаете, он закрыт просто телефоном или чем-то. Я думаю, почему я не еду, почему машина останавливается. Я посмотрел, думаю, ну вообще, вот так сразу, да. Ты зачем наручник затянул свою жизнь? Ты молишься, молишься, ты наручнике. Тебя надо упустить, отпустить это. Следующее. Украденные вещи. Опа. Ой, давайте не будем об этом, да. Ну ладно, пропускаем. Ладно. А нет, поговорим. Так, вещи, либо вы украли у кого-то. Физические вещи. Мы сейчас не говорим даже еще о внутренности, не дошли. Просто даже внешнее, что может в наших домах есть. Либо вы украли, либо вы купили у кого-то по хорошей цене. Хорошей цене у вора какого-то. Я скажу, однажды я купил такую вещь. Я работал на работе. И к нам просто заходили на кухню, заходили там ребята, понятно, которые там, ну, на нужде. И предлагали новые вещи с этикетками. Я увидел кофту, я думаю, классная такая кофта вообще. Я такую себе вообще позволить не могу. А цена, ну, просто, ну, грех не взять. Типа. Я купил ее. Я ходил в ней. Я просто благодарю Бога, что была милость. Понимаете? Потому что, когда мы покупаем краденые вещи, мы идем в соучастие с этим человеком. Мы соучастники становимся. Если, например, люди идут на преступление, на какое-то, да, и кто-то стоит на шухере. Я вот знаю такое слово на шухере. А как нормально сказать, даже не знаю. На стрёме. На стрёме, на шухере. Вот у нас братья подсказывают. А как сказать нормально, если не на шухере? Ну, следит, следит за ситуацией, короче. Вот. Он следит просто за ситуацией. Он ничего не грабит. Ему? Страховщик. Страховщик, да. Подстраховывает. И знаете, что этому страховщику, когда если поймают эту бригаду, ему дадут больше, чем те, кто грабили? А он ещё не делал, он просто стоял. Мы иногда не понимаем, какие заветы мы заключаем. Вы приходите в магазин, вы отдаёте деньги, вам отдают продукты. А кто-то просто продукты берёт. Вы что делаете? Вам делать нечего? Вы умираете с голода, что ли? Или что? Просто пойдите и попросите. Скажите, я хочу есть, нет денег. Вот я мог бы украсть у вас, но просто знаю, что нельзя. Покормите, дайте мне. Или что-нибудь. Вот это что угодно. Я однажды в Москву без денег поехал. И когда проводница услышала, а пастор должен был дать мне эту денежку на дорогу и на метро, чтобы проехаться. А я сел в поезд. Говорю, Андрей, а деньги? Я забыл, короче. И такая проводница ещё такая. В Москву без денег. И я помню, ехал такой, знаете, вот как нищий, знаете, в Москву без денег. И что мне ещё оставалось делать, когда у тебя нет денег? Я просто говорил, что можно мне пройти? Я в метро. Там в метро надо платить деньги. Понимаете? Я говорил, можно мне пройти? А этот, который сидит, знаете, возле эскалатора такой. Он такой, ещё так, знаете, с ног до головы. Одет нормально как бы. Почему не хочет платить? Непонятно. Просто нету. Нету и всё. Так, эти украденные вещи, либо вы купили. За это могут держаться бесы. Демоны могут держаться. У вас есть якорь. У вас есть вещь, которая вам не принадлежит. Если вы вдруг не помните или вы не знаете, вы помолитесь, чтобы Дух Святой вам открыл, что вам не принадлежит. Избавьтесь от этого. Я, кстати, всё это после покаяния, все эти вещи выкинул. Я собрал, карты сжёг и всё выкинул в помойку. Просто отнёс и выкинул. Лучше жить без ничего, чем что-то иметь не своё. И вы не воровали, вы просто купили. Но вы в сделку пошли. Вот что. Духовно это рассматривается, вы пошли в сделку. Нам всем предстоит пройти через таможню. Поэтому контрабанду нельзя провозить. Нельзя. Мы идём на небеса, там будет страшная таможня. И мы сейчас про сердце немножко поговорим. Бывает так, что в нашей жизни есть идолы. Любовь к чему-то, любовь к материальному. Это, например, грех-либостижание. Когда я, например, не просто мне нравится вещь, и мне нравится, что она качественная. Например, я пошёл, купил дорогой какой-то инструмент. Или, например, дорогую обувь. Почему? Я и не вкладываю души. Я просто хочу, чтобы она не развалилась. Понимаете? Я хочу, чтобы она не развалилась на второй день. Поэтому я, например, не настолько богат, чтобы носить дешёвую обувь. Есть такие вот поговорки. Но есть другое. Есть, когда человек вкладывает туда сердце. И вот это уже идол. Понимаете? Например, люди, которые слушают одного проповедника, близки к идолопоклонству. Нужно специально слушать разных. Если вы любите кричащих проповедников, вам нужно спокойных тоже слушать. Прославление. Если у вас только одна единственная группа прославления, и вы тащитесь, и всё, вам обязательно нужно слушать ещё другие песни. Страхуйте себя, защищайте себя. Так легко сердцу человеческому впустить идолов в вашу жизнь. Марка 11, 15. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков из камьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, дома молитва наречётся, для всех народов, а вы сделали вертепом разбойников. Давайте мы сейчас представим, что мы этот храм. И что там должна быть молитва, там должно быть общение с Богом. А там торги, биржа. Понимаете? Купи, продай, и там обмани кого-нибудь и так далее. То есть какие-то вещи, эти вещи, вот, например, продавать, Иисус же не пришёл на базар, правильно? Это было немножко странно, если бы Иисус пришёл на восточный базар и все, кто продаёт изюм, взял и сбил и курагу. Чего ты здесь со специями стоишь? На тебе кнутом. Ведь Иисус перед этим написано, Он свёл бич. Просто представьте, Иисус, такой любвеобильный Бог, просто пришёл и ввёл бич. Бич – это кнут. Кнут, он так может нанести такой удар, если им правильно пользоваться. и вот Иисус свил бич специально, Он планировал это, понимаете? Вот как вы планируете, сделаю уборку на кухне, сделаю уборку в комнате, сделаю уборку в туалете, понимаете? Что вы делаете? Вы изгоняете, просто прогоняете оттуда все бактерии, всякую грязь, всякую пыль, всякие накипи и всё, понимаете? Вот Иисус так же, он как лучший уборщик, он как дворник хороший, пришёл и очистил, там чисто должно быть, в нас не должно быть любви к материальному. Конечно, нас некоторые там вещи, они восхищают, мы говорим, ого, да, там, или машина какая-то, ну, там, огокнул и всё, но если ты начинаешь застрял и жить в этом, тогда это захватило твоё сердце. проблема в том, когда ты что-то полюбил, ты никогда не пойдёшь против этого. И если ты вдруг полюбил грех, или полюбил чужую жену, или чужого мужа, или чужое имущество, вот она проблема, это не просто что-то маленькое, маловажное, ты не сможешь это отпустить, и это контрабанда. И когда, если ты умер в этом состоянии, ты думаешь, ты верующий, ты же вышел из собрания, то у тебя контрабанда была, зачем ты, ты же контрабанду можешь носить с собой, никто об этом знать не будет. Если ты пошёл на небеса, здесь-то мы не проверяем, что у людей, у нас нет металлодетектора, пока что нету, может, в некоторых церквях уже есть, где стреляют, там, или что, в Америке, вот, у нас нету такого. Вот, смотрите, вы же пойдёте на небеса, правильно, мы же туда все собираемся, это цель нашей жизни, нашей веры, быть с Богом на небесах. Но представьте, когда вы полюбили, то вы настолько соединились, что это стало одно, это невозможно оторвать от вас, а это улика против вас. Просто представьте, вы что-то полюбили, да, идола какого-то, кумира какого-то, да, или какую-то вещь, или что-то. Любить нужно семью, нужно, да, ближнего любить, да, Библия говорит, и то это на втором месте, после Бога. Нужно Бога любить, нужно Бога любить, вот что нужно. А когда мы любим? Когда мы посвящаем время, мы туда инвестируем, да, мы вкладываем, поэтому это стало для нас дорогим, поэтому оттуда надо это все убрать, поэтому для этого нам нужен Дух Святой. Даже если мы услышим, опа, в меня попали, опа, в меня попали, это не цель, чтобы в вас попасть, цель, чтобы у вас было все в порядке на таможне, братья и сестры, вот вам, вот вам все, видите, видите, цель проповеди? Любовь, чтобы у вас все было замечательно с документиками, чтобы у вас все было с сердечком в порядке, чтобы когда вы выдворились и вышли из тела, Господь просто обнялся, сказал, иди сюда, дорогой, я тебя поцелую. Я уже, кстати, запланировал, что я буду делать, когда я выйду из тела. Я сказал так, Господь, когда я выйду из тела, я просто разбегусь и прыгну в тебя. Ты напрыгнул на сына, на блудного, а я напрыгнул, говорю, на тебя. Так в детстве было, я разбегался, и отец меня ловил и крутил, когда он возвращался с работы. И не позволял, Марк 11,16, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Вещь может быть внутри, понимаете? Что-то может находиться в этом храме, в тебе, а оно не должно быть. Иисус не позволяет. Нету такого понятия свобода, все можно. Нет. Как только вы видите пятна у себя дома, вы их вытираете. Вы не позволяете грязи быть в вашем доме. Почему вы думаете, что Иисус нечистоплотный, что он грязнули, что пойдет он. Мы же все такие люди, кто без ошибки и так далее. Кто без греха. Нет, Иисус написан, не позволял, чтобы кто пронес какую-либо вещь. Ай-яй-яй. Иисус очень строг насчет этого. Иисус не ходил, не делал это на рынке, он делал это в храме. На рынке продавайте своих голубей овец там. Это обество, где этот магазин. Это нормально. Сам Иисус там, да, он не раз, возможно, был на этом рынке, но он-то пришел в храм, и когда он увидел, извините, а не должно ли быть сегодня собрание? Просто представьте, вы придете к 11.00, церковь царя царей, и увидите, что у нас здесь просто спарринги идут, ринг какой-нибудь, мы тут сделали. У вас будут большие глаза? Или вы скажете, а, окей, классно, я присоединяюсь. Вы скажете, вообще-то я пришел в храм, я пришел Слово Божие слушать, я хочу Бога, дайте мне Бога. Что вы тут устроили, развлечение? У вас будет возмущение? Вы встанете и уйдете. То есть вы не согласны, вы понимаете, да? Всему свое время. А когда человек ездит на велосипеде, там на улице, да и пусть ездит. А почему? В церкви должно быть вот так, должно быть Бог, должно быть Слово. Следующее, Слава. Есть то, что мы присвоили себе, а оно нам не принадлежит, оно принадлежит Богу. Знаете, очень людей, есть категория людей, которые нуждаются в признании. Они делают все для того, чтобы их похвалили и получили славу, да? Мы знаем, что есть певцы, актеры, кумиры, да? Людские. Они получают славу. Когда люди их хвалят, славят, они никогда Богу это не воздают, они это принимают. Но это глупо. Потому что за это придется ответить. Никто не достоин славы. Никто. Только Бог достоин славы. Мы не имеем права удерживать. И знаете что? Верующий, он должен воздавать славу Богу. Знаете, я знаю, нам не нравится, особенно европейским людям не нравится, слово должен. Ну, есть такие слова. Ты должен вставать утром, ты должен дышать, ты должен смотреть, ты должен слушать и так далее. Должен кушать. Есть много чего мы должны. Вот насчет нас и Бога, да? Мы не говорим, что это нормально, когда человек, верующий, только просит что-то у Бога. Он же должен еще что-то ему отдать, то, что ему не принадлежит. Он должен отдать эту славу Богу. Вот почему мы поем, вот почему мы славим Бога. Мы отдаем ему его. Он достоин этого, и мы это отдаем ему. Понимаете? Вот, например, есть мужчины, есть женщины. Мы не верим, что есть оно. Мы не верим. Бог создал мужчину и создал женщину. Вот это реально человек. И смотрите, у женщины есть то, что не принадлежит ей, а принадлежит мужчине, для ее мужа. У мужчины, в свою очередь, есть то, что не принадлежит ему, а принадлежит женщине. У нас есть много того, что мы удерживаем у себя, и мы сделали это своим. Например, если посчитать время в сутках, да? Есть только маленькая часть, которую мы можем потратить на себя. А основное время мы должны тратить на кого-то. Ты скажешь, «Не-не-не-не-не, я с этим не согласен. Но ты же тратишь на работу. Это не потому, что ты хочешь, а потому, что надо. Ты увеличиваешь доход своего босса». Вот так вот сказать. То есть, например, у нас есть, вот у родителей, например, есть, скажем, внимание, которое они должны уделить детям. но есть те, которые считают, я ничего своим детям не должен. Они удерживают, они не дают это. Они удерживают то, что принадлежит ребенку. У него сейчас детство, и ты должен отдавать часть себя. И ты отдаешь, отрывая от себя. Понимаешь? Ты отрываешь от себя, отрываешь от себя, отрываешь. И мы нормально к этому относимся. Есть то, что ты не должен удерживать, ты должен дать это жене. Ты, жена, должна в свою очередь, не должна все удерживать, должна отдавать мужу. Мы должны отдавать. Есть вещи, которые мы должны отдать, а есть то, что мы должны принять. Вот давайте поговорим, например, о болезнях. Вот многие люди, кто-то спрашивает, например, «Бог, почему я болею?» Или, например, «Почему я болею?» У него вопрос такой. «Почему я болею?» Вот у меня болезнь. «Почему я болею?» Вот я не могу понять. А потому что нету послушания Слову Божьему. Нету изучения Слова Божьего. Болезни, вот если взять, это не твое. Вот как есть вещи, которые ты украл и присвоил, и сказал, «Это мое». У ближнего украл, или у кого-то украл, ограбил кого-то. Ты присвоил, и это твое теперь. Но это, по сути, это не твое. Ты за это будешь отвечать перед Богом. Есть то, что ты забрал у Иисуса. Вы знаете, что Иисус, который не создавал болезни, является собственником болезни. Болезни все принадлежат Иисусу. Не надо от Него забирать то, что принадлежит Ему. Болезни не принадлежат дьяволу. Вот это сейчас вы и слышите истину. Это откровение. Болезни не принадлежат дьяволу. Хотя он автор болезни. Но они не принадлежат. Все болезни. Их основное число – это 40. Основных болезней на земле. А там потом ответвления всякие идут. Эти все болезни, они все принадлежат Иисусу. И если вдруг по какой-то странной причине у вас есть еще болезнь, значит, вы ее не отдали Иисусу. Вы присвоили ее себе. Это, знаете, болезни – это как квартиранты нежелательные. Они живут в вашем доме. Акупосы. Они живут в вашем доме. Вы не хотите их видеть, но вы их не выгоняете. Они поселились в вашем доме. Они пользуются вашей кухней, вашим туалетом. Вам бывает не попасть туда. Они ходят. Вы как гости у себя дома. Понимаете? Вам это не нравится. У вас много возмущения. Прям пена прям в выходе, знаете, появляется. Но вы смиряетесь с тем, что они в вашем доме. Что надо сделать? Выгнать. Выгнать. Что Иисус делал? Выгонял. Он говорил – вышел вон. И тот выходил. Понимаете? Почему? Потому что есть легальная власть. Есть реально, реально как, ну, Слово Божье. И дьявол, и бесы, они знают, что ты знаешь или ты не знаешь. Уверен ты или не уверен. То, что есть Исаия 53 глава, для дьявола это не проблема. Понимаете? Даже если ты вдруг процитировал Исаия 53 глава, для него это не проблема, он никуда с места не тронется. Для него проблема, если ты приказываешь ему. А знаете что? Почему он боится, когда ему приказывают и повелевают? Потому что его природа – подчиняться. Он ангел. Ангелом приказывает Бог. Например, заповедует Бог ангелом своим охранять тебя на всех путях твоих. Он заповедует, он приказывает им. Идите, охраняйте этого ребенка все детство, потому что у него особая судьба, у него большое призвание. И если он будет тонуть 4 раза, 4 раза вы должны спасти, а 5 раза не должно быть даже. Понимаете? Болезни. Почему у вас болезни? Господь, почему у меня болезни? Господь спрашивает, почему у тебя болезни? Вообще-то все болезни Бог возложил на своего сына. Все проклятия. Вот просто представьте, он этого ничего не делал. А ему говорят, на мешок вот этот на себя. Нет, нет, ты становись вот так вот, как ослик, мы на тебя сейчас вешать будем. И на него все возложили. Все возложили на него. Иисус – это козел отпущения. Раньше в Старом Завете Бог дал Моисею такое повеление, что жертва за грех. Когда на козла весь грех возлагался, его прямо, знаете, как в кавычках благословляли, передавали весь грех, все проклятие, отпускали в пустыне, и он умирал. Это называется козел отпущения. На него все клали, все плохое, и говорили, вот мы выбрали, чтобы ты был вот этим носителем всего плохого. Давай, вперед. И он шел, заблуждался в пустыне, умирал под давлением всех проклятий и болезней.